Сегодня 19 июня 2019 года, среда. Мы находимся на Рыжевском пруду. Володя Смолит и Владимир Держит указывают свое место. А Сергей Егорович Игнатов с Украины, он прокашивает середину, а потом край, чтобы нам разнести. Вчера мы принесли, привезли сюда. Видите, как Господь обильно благословил. Думаю, что около сотни свай. Я посмотрел, где какие возможны прорывы, в первую очередь там. А у самого мыслях, хорошо бы еще один заезд сделать, столько набрать, большую счастье, дабы мы плотины спасли. Бобры подъедают раз, а второе, не только бобры виноваты. Вода подмывает. Вот. И вот вчера тут приехали, там он видно, привезли сено, наши два велосипеда. Это у Игоря там поле, дальше это поле его начинается. Вот такая зелень такая свежая. Сейчас еще должны приехать двое. Алеша, Никита, Густинов. Так, начинаем опускать сейчас здесь, вот эти шпалы. Здесь будем? Здесь. Ну и маленько дальше. Сейчас я подойду и потянем где. Таскать потом будем? Потом, когда вот эти уберем с дороги. Угу. Мы попробовали, что у нас. Давай. Вон из какой дали. На себе эти. Сколько она, не знаю. Весят. Никита несет сразу две. Я поносил, у меня сразу кровью все пошло. И в прошлом году, и нынче то же самое. Болеешь? Не болею я, а просто организм надорванный. После операции в тех местах какие-то разрывы идут. Вот, а нужно что ли? Ну, не нужно, значит. Как сказать? Все. Доброе дело. В пути леса. Выполнена заповедь. А вот как она искрится-то. Вода, солнце. Берег. Вот это кусты росли на берегу. Все это абсолютно все сейчас оказалось в воде. И там, вот, покажу березы. Засохшие все. Ну, потом как-то их выбирать надо. Зимой или как. О, Владимир. Вот, 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 Владимир Владимирович. Я точно так же волоком. Для себя зачем поднимать-то? Боже, волоком тащить. Вот сюда клади их. Ну, и все. Ты тут насыпь насыпал? А? Насыпь, это кто насыпал? Это все будет засыпать. Нет, кто это делал раньше? Эту дорожку-то, насыпную. А, вручную все делали. Давно? Ну, это сколько лет. Почти сто лет с лишним. 150 лет примерно. Что интересуется человек. Володя, а почему ты это не волоком тащишь? На плечах. Потому что удобнее. Удобнее? А это вредно, может быть. Волоком сейчас пока. Сейчас я дождусь вас. Вот здесь вот еще одну начнем. Мы туда доложим. Хоть одну принесете пока. И вот здесь вот положите ее. Это лага, которые остались после Нойева потопа. А там, ну, далекое, видать, сооружение. Сооружение какие-то, видать. Нет, это хозная ферма была. А рядом лагерь, деревья. А теперь мы здесь там пытаемся сделать, чтобы людей научить жить и без каких-то там этих требований. Государство, у которого денег нет. Все разворовали. Ну, еще теперь будем руки опускать. А как ярмак, как хабаров шли? Что они? Вот сюда вот, клади теперь. Точно так же, Володя. До самых кустов надо проложить. Ты тут еще, сейчас положи поперечинку. Вот, отец Аким. Нас накормил блинчиками. Спаси Христос. Показываю нашу компанию, которая напиталась блинами на этом Решковском пруду. Вот, 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 вот. Вот эти колеты, опять, их бы еще вот так между собой проволокой замотать, чтобы она как одна стена была. Ага. Слышь, что? И вот так бы проволоку какую-то взять, вот так вот проволокой, чтобы как одна стена была. Да, дума над этим. У нас проволока есть, надо принести, чтобы они скреплены были между собой. Да, да. Она не крепче будет, как одна стена будет. А так они по отдельности могут. Спаси Христос, отец Аким, за хорошие блинчики, сок из клубники. Все было чудненько, все вовремя. Слава Богу за все, за труд на селе, за то, что дают нам. И воду, и солнце, и траву, растительность. Ну и требует от нашего, чтобы мы трудились и в пути лица своего. Вот эти вот дамбы, эти колья, которые поставили здесь, обсмоленные, для того, чтобы вода не прорвала во время паводка плотину. Оно прорвало уже. Вот, слава Богу за все, что сделали. Вот хаска какая. Ну, какая хорошенькая собачка, красивенькая. Ну, это вот, что мы сегодня сделали. Старые, вон вон, где они остались, закрытые. Подмывают берег, обрушиваются. И вот решили переделать. Как держать. Как держать. Что? На лагину? Да, да. Летит, давай. Давай, давай. Наканусь. Все идет как надо. И с той стороны. Ставьте там, забивайте с той стороны отдельно. Потом порамазать еще это надо отдельно. Вот как счастоколы выставили, сколько свай. Потом посчитать можно будет. Я думал, в 3-4 больше раза увеличилось. Вот на Рыжковский пруд вообще тут был как лужа одна. А сейчас тут не меньше 3 метров. Так это надо сохранить. Вот это замкнуть надо. Окно осталось. Тут прорыв как раз был. Это же не видать. Огромный-огромный прорыв. Вставляйте вот эту новую и начинайте бить ее. Вот сюда, где щель пробитая. К себе не прижимай только. Сергей, никуда не отвлекайся. С Никитой начинайте вот эту. Насколько возможно, разбивайте ее. Забивайте. Все, мы сегодня будем сейчас бить и забивать. Надо ничего подавать. С высоты оттуда не забить. Без щурки, без этой. Там еще была маленькая кувалочка. Маленькая такая, небольшая. С деревянной ручкой. А что там? Кувалочка маленькая, с деревянной ручкой. Там вот пустые где бедра есть. Может быть опрокинуть на двух бедрах. Пройди там, посмотри. Если есть такие. А вот она, щурка катится. Давайте. С нами девчонки пришли. Гритерия и Ульяна. То есть святыруют, кораблики делают. Это на Рыжковском пруду, который мы уже сделали сегодня здесь. Вот так. 200, кажется, 3 ролика. Это Володя Пенкель. И таскают эту. А эта работает. Сергей Егорыш Игнатов. Вот к этим прислонились. Как солома, сено. Вот, а теперь придавливают. И как пойдет бульдозер, он захватит мимо. А этим растянем. Видишь, как на себе все носят. Невчонки тут ходят. Пригород на 4. Как говоришь? Адрес Тихон. Пригород на 4. Пригород на 4? Да. Жили, да? Да. Ты вот, Володя, рассказывает мне страшную историю. Я с Троганова фамилия? Да, Анна Ивановна. Ага. Анна Ивановна. Анна Ивановна. 9 детей. 7 сыновей, 1 дочь. И сын убил ее. Так? Да, живет по Валихе. И главное, не посадили, ничего, так на свободе и ходят. Да, до сих пор. У меня рвешник. И она верующая была с его мамой. В Лукере, это уже Лукере. Как родные сестры были. Он рассказывает, но как будто небо задрали. Рожала. Невероятно. Да как я говорю, она верующая была, так детей воспитала. Как воспитала? Это Лук, вот там видно, где зелень дальше. Ужас какой. Он называет. И где они жили, на Осипенко. Адрес ее все знает. Лет 60 ей было. Вот какие бывают примеры. Не приведи Господь, вы слышите, имейте. Гроза идет. Гроза идет. Ну да. Володя, показывай пальцем. Ну все. Ну все, собираемся, уходим сейчас. Больше ничего не надо. Хватит. А промазать? Ну все, это достаточно, чтобы вода не достанет. Это когда будет дальше. Все, уходим сейчас. Ну показывай, какой я кораблик-то, ну-ка. Да я не умею. Ну так подойди. Я не умею делать кораблики. Ну я тебе покажу, потом. Ладно, давай. Какой интересный. Выпускай. Где вы пускаете? В каком месте? Надо, чтобы не упасть тут было. Держаться за что-то. Только вода не бежит. Бежит. Ну еще маленький кораблик. И может там спуститься и по этой до воды доходить, да? Я не знаю. Ну смотри. Ну-ка. Дядя Вова, покажи. Вот у нее какой, смотри, из репья делает. Бумаги-то нету. Из репья. Надо только это маленький кораблик. У тебя большой, он тут застрянет сразу. Маленький, маленький. Но оно не поплывет. Там тина стоит. Там тина стоит, оно не поплывет. Ну, бекеря старается что-то лепить теперь тоже. Охота сделать. Тоже что-то делает. Так, девочки, давай, Володя, собирай инструмент. Уходим. Давайте, пускайте кораблики и все. Что, уже уходим домой? Да, домой уходим. Вон туча идет. Огромная туча идет. Гроза. Гроза, смотри, синий. Она может сюда повернуть. Ливень, как удается. Ну, вообще. Озеро получше. Вон, и дай, конечно. Корабль что, упал? Ну, да, на бок завалился. А-а-а. У нее ни палочки нету, ничего. К пирсу гонит его. Сейчас к берегу притянет. А мой дальше. Ну, это еще щепку бросил, да и все. А только реку засорят. А ты только озеро засорять можешь так. Не, это не действительно. Зато поплыл, да, в бекере? Сергей Егорович. Вот, вот плывет. Вот смотрите, какая у нас ограда. А твой вообще. Получилась неровная. Как ты виной. 230 свай забили. Ульяна 234 насчитал. А? Ульяна 234 насчитал. Может быть и так. Потому что я выходил, без меня забивали тут. Так, забирайте инструменты, пошли прятать. Большая гроза идет. У-у-у, там как темно. Давайте, детки. Она не взбирается к нам. Давайте, забирайте лопаты. Одежу, все забирайте. Гроза к нам надвигается. А где братка? Ну так, вылазь, вылазь. Я лопату возьму. Я еще корабль, пущу один. Ну, какой кораблик-то? Камыш пускаешь. О! Она просто в мусор кидает. Зачем кидаешь? Чтобы в воду. Ну, разве можно засорять озеро? Кораблик, это одно дело. А другой подряд, что он не найдет, все кидает. Эй! Берите лопату. Пойдемте там прячь, прятать инструмент. Пойдемте, Володя, я с вами пойду. Я пойду с вами. Я пойду с вами. Я пойду с вами. И я пойду с вами. Так, бери толкушки туда, все прячь. В одно место. И чтобы не было видно. А ведро все видать отсюда. Травой закроем. Это плохо. И банку-то видать. Что же так это? Это не закрыто. Володя, это все на глазах. Ну, это понятно, это надо. Травой закрывать надо сейчас. Надо банку убрать. Сеном, сеном закрыть. Сено закройте, чтобы это не рассеребило. Прикрыть его. Нет, надо закрыть как-то. Подумайте как. У вас тут вода набежит в него. Лопухами или как закройте отверстие. Лопухами бежать на встречу деде. Помощь, наверное, надо. На военные палатки несет. Я не налюбуюсь. Какое озеро красивое. Вокруг. Тесно не в самом месте. А трошки все залило водой. Чайки, утки появились сразу. А то зачем, зачем? Ну, зачем же люди это делали раньше? Все надо все не таскать. Зачем сюда тащите? Там лежало оно в стороне. А тут оно прямо под бульдозер попадет. Так мы еще придем же сюда. Придем, когда бульдозер будет. Вы не сваливайте все. Ну, закройте инструмент. Да и на этом конец. Володя, подними маленько, чтобы это не погрязи. Смотри, Ульяна, какой идет поток воды. Гляди. Ой, ой, ой. Так, собирайтесь, уходим. Микерию никак не соберешь. Она начнет. Огромное сегодня зеркало. Мой рост выше. Что она там балла схлобыснула. Все это вдребезги все разнесло. Надежда Васильевна ее в угол поставила. Поставила на полминуты. Я пришел и снял эти санкции. Я сказал, не люблю это зеркало. Каждый раз смотришь в него. И там смотрит какой-то дед. Зачем мне это нужно? И чтобы я увидел себя. А то кто-то там какой-то не я. А это просто хижина моя. Говорят мне, постарел. Неправда, то не мой удел. Стареет хижина моя. Но это хижина не я. Издалека. 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 Второе. Володя фотографирует. Да. Да.